Министер обороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года. Определьный срок службы с 27 нынешних до 30 лет. В Минобороне пояснили, в армию нужно привлекать зрелых людей. К 21 году мужчины уже успеют получить образование и специальность, набраться жизненного опыта, что укрепит обороноспособность страны. Также рассматривается возможность заключать контракт на службу с первого дня призыва, а не через три месяца, как сейчас. В приоритете – довести численность вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. На Ямале открыто движение по зимнику Лабытнанге «Мужи Азовы Теги» для автотранспорта массой до 15 тонн. Еще одна сезонная трасса «Оксарка-Салимал-Панаевск-Ярселе» еще обустраивается. Открыть планируют в конце декабря. Напомним правила безопасности на зимней автодороге. Не нарушать скоростной режим, не съезжать с трассы на просторы тундры и держать дистанцию. Подать заявление на новое единое пособие для детей и беременных женщин россияне смогут уже в конце декабря на портале Госуслуг. С 9 января документы начнут принимать многофункциональные центры и клиентские офисы социального фонда. Напомним, с 2023 года в России отменили часть пособий и вместо них ввели единую выплату для нуждающихся. Пособия смогут получать семьи с доходами ниже регионального прожиточного минимума. В среднем по России выплата составит от 7 до 16 тысяч рублей. На Ямале традиционно выше. 24 и 25 декабря в Новом Уренгое пройдет финал четырех Кубка России среди мужских команд. Наш город впервые принимает этот волейбольный турнир. На Кубок претендует новосибирский локомотив, казанский зенит, белогорье из Белгорода и факел. Игры пройдут во дворце спорта «Звездный». Вход платный, расписание можно узнать на сайтах «Звездного» и команд-участниц. Продолжение следует...